Привет, друзья! С вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю десерт из яиц и молока. Называется это десерт флан или крем-карамель. Готовить его можно и в духовке, и без духовки. Я вам покажу оба способа. Преимущество этого десерта также в том, что готовится он без желатина, без муки и без крахмала. Это не десерт, это просто чудо, потому что готовится он из трех основных ингредиентов. Это сахар, яйца и молоко. Экстракт ванили или ванильный сахар это по желанию. И понадобится немножко воды. Сразу нужно подготовить формочки. Формочки могут быть либо порционные, либо не порционные. Могут быть горшочки, либо вот такие формочки, которые также можно ставить в духовку и запекать. Или вот такую формочку для запекания, не порционную. Просто десерт потом нужно будет нарезать на нужные вам кусочки. Если вы готовите без духовки, это могут быть стеклянные формочки с толстым стеклом, даже баночки, например, стеклянные есть из-под йогурта. Сначала приготовим карамель. Для карамели на порции берутся примерно 1 к 3, то есть на 180 грамм сахара нам понадобится 60 грамм воды. Сахар смешиваем с водой и все немного перемешиваем лопаткой. Сахар с водой отправляем на небольшой огонь и доводим до закипания. Карамель закипела, нужно немного уменьшить огонь. И немного вот так вот помешивая, доводим ее до янтарно-карамельного цвета. Вы почувствуете карамельный запах и цвет сразу поменяется. Посмотрите, вот такая должна стать карамель, вот такого приятного золотистого карамельного цвета. Готовую карамель сразу разливаем по формочкам. Нам нужно заполнить только донышко. И это нужно делать довольно быстро, потому что карамель схватывается очень и застывает очень быстро. Формочки с карамелью отставляем, пусть карамель немного застынет. Теперь подготовим яйца. У меня 7 яиц. На 1 литр молока рекомендуют брать примерно 6-8 яиц. Я взяла 7 штук. Этого будет вполне достаточно. В емкость выбиваем яйца. В яйца добавляю 200 грамм сахара и взбалтываю венчиком. 1 литр обычного молока наливаю в емкость. Ставлю на небольшой огонь и довожу молоко до закипания, до первых булли. Молоко закипело, я его сразу сняла с огня и добавляю сюда 2 столовые ложки экстракта ванили. И теперь тоненькой струечкой закипевшее молоко добавляем в ранее замешанные яйца с сахаром. И одновременно все перемешиваем. Крем из молока и яиц процеживаем через ситечко. И теперь молочной яичной массой заполняем формочки примерно на 2-3 формочки. Посмотрите, вот что у нас получилось. Формочки нужно поставить, либо если у вас высокий противень, в высокий противень, либо в другую формочку, которая большего размера. И накрыть. Накрываем либо крышечкой, либо фольгой. Подготовленный кипяток выливаем до уровня половины наших формочек. Крем-карамель отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-45 минут. Времени может понадобиться немного больше, до часа. Ориентируйтесь по своей духовке. И теперь подготавливаем десерт, который мы будем делать без духовки. Накрываем их пищевой пленкой. Переставляем их в кастрюлю, либо в глубокую сковороду. Заполняем кипятком так, чтобы заполнилось примерно до половины формочек. Ковороду ставим на средний огонь. Когда вода закипит, немного уменьшаем огонь, накрываем крышкой и оставляем прокипеть минут 30. Вот это такой способ без духовки, который доступен всем. Если, например, у вас нет духовки, то вы тоже сможете приготовить этот десерт. 30 минут прошло. Достаем наш фланг. Аккуратно обтираем формочки. И оставляем его полностью остыть при комнатной температуре. Затем отправляем в холодильник минимум часа на 3-4. В духовке крем-карамель у меня запекался в течение одного часа. Как можно проверить, готов ли он? Можно вот так аккуратно дотронуться пальчиком. Вот, видите, пальчик остается сухой, ничего не прилипает, значит, крем-карамель готов. Фланг, который мы запекали в духовке, также протираем и оставляем полностью остыть до комнатной температуры. И затем также отправляем в холодильник часа на 4. Давайте же посмотрим, какой он у нас получился. Я вам покажу оба десерта. Вот это, который мы готовили в духовке. Сейчас мы его попробуем. И вот этот десерт, который можно готовить в кастрюле или на сковороде без духовки. Сейчас я вам тоже достану и посмотрим, получается ли он такой же вкусный и ароматный, как в духовке. Оба десерта я попробовала. Вот это тот, который я готовила в духовке. Вот это тот, который мы готовили в кастрюле. И в том и в другом случае получается очень вкусно. Скажу честно, я отдам небольшое предпочтение десерту, который я готовила в духовке. Почему? Потому что чувствуется такая как бы запеченность. Мне это очень нравится. Но этот десерт, который мы готовили в кастрюле, получается тоже очень вкусный. И отличие совсем небольшое. Текстура не отличается практически. Посмотрите. Кастрюлю можно сделать намного быстрее. Он занимает меньше времени по приготовлению. Вариант в духовке немного подольше. Ну вот, выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. Напишите мне в ваших комментариях, какой вам нравится больше. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok